Приветствую вас на своём канале, сегодня мы продолжаем играть в Unepic. Закончили мы на том, что мы отправляемся в шахты. Он тебе не ответит. Задача не сложная, надо просто пройти мимо вот этих вот падающих камней. Несколько экранов. И при этом не сдохнуть. Тут главное не сдохнуть. Ну да, ну да, я чуть не умер. Я думаю, это глаза ктулку, не иначе. С помощью таба целимся и убиваем этих шпионов. Хотя, по идее, мы можем их проигнорировать и не убивать, но это лишний опыт. А я люблю опыт. Отправляемся дальше. Ты ещё не понял, он будет всячески пытаться тебя убить. Но, вскоре вы подружитесь. Открываем ворота и отправляемся на поиски оракула. Прыгаем на лифт, когда он движется вверх. И попадаем на самый верх. Зачищаем местность. А вот и обещанный оракул на вершине шахты. О-о-о, пришёл. Оба, и всё, мой деток нет. Конечно, я знаю, кто ты. С другой криторой вы меня не ошибаетесь, молодой стране. Я июгурт. Я извиняюсь, я ошибаюсь с огромной урокой из моего мира. Ну, не моего мира, но... Один в галактике, очень далеко, очень далеко. Возвращение, ты и твои слова... Почему ты ищешь за огромный оракул, ты? Хм? Какие вопросы нужны ответы? А может, с чем-нибудь другим большим, и вообще без капюшона? Не могу его винить, это самая логичная мысль, которая может прийти в подобной ситуации. Я тебе расскажу, но сначала приберись у меня. Он еще и запрашивает с нас деньги. Неплохой такой оракул. Я бы даже сказал Un-Epic, хотя это уже за меня сделали разработчики. Я, пожалуй, поверю. Берем тряпку и идем вытирать полки от пыли, потому что ему, видите ли, дышать нечем. Ну, обычное задание! Мы попали в какой-то замок и нам нужно победить финального босса. Пока что ничего необычного. Опять же, ничего необычного. Убиваем приспешников и идем дальше. Убивать самого главного босса. Босс монстры, check. Плот coupons, got it. What else can you tell me? Вигilant shadows you must avoid. Possession you must avoid. The capacity to subvert your will they possess, and cloud the greatest of minds they can. Don't worry, I already met one. As soon as he saw me, he asked for mercy and ran away like a frightened mouse. Liar! Fantastic! Good luck in your mission, young stranger! Okay, see you. I have the feeling that this midget has scammed me, but at least now I know my objective. You believe the lies of this six-penny charlatan? 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 Интересно. I don't know. I'll see what happens. А вот и очередной куб. Сразу могу заметить, что в каждой локации есть свой куб. И чтобы их не искать, можно было купить у того торговца, которого мы видели ранее, специальный артефакт, который бы отображал нам вот эти вот самые кубы на карте. Это бессмысленно, потому что мы и так будем все исследовать. В общем, нам понадобится красный порошок, наковальня, дрова, кузнечные меха и молот кузнеца. Отправляемся это все искать. Убиваем вот этого, наверное, кузнеца и получаем из него кузнечные меха. Рядом с ним из сундука берем красный порошок. Также красный порошок можно выбить из некоторых существ. Убивая полчища врагов и спускаясь еще ниже, в сундуке мы находим молот кузнеца. А вот эти самые муравейники, о которых я говорил ранее. То есть пока мы их не уничтожим, муравьи будут продолжать спавниться. Так что нам нужно изначально уничтожить эти самые муравейники. И тем самым они не будут больше спавниться. Во многих сундуках в этой локации раскиданы красные порошки, что облегчает нам поиск их. А вот мы находим первый магазин в этой игре. Ну, имеется ввиду, в локациях. То есть он обозначен вот таким вот образом. И находится он, как я уже сказал, в каждой локации. Из каждой локации ассортимент все лучше и лучше. Потому что враги все сложнее и сложнее. Да и мы с вами прокачиваемся. Умпауя Туна! Ми-хайлсморкастама! Ум... Бумблбе Туна! Ми-хайлс... Хьюггай! Ми-наме Умпунту! Грейт-ворриор в Вачати-трибе! Ми-наме-ис Ливингстон! Ми-клуха-маклайк! Умпунту! Хорошо, Умпунту! Давай торговать! Я тебе просто всё продам, потому что, ну, купить мне пока что не на что, да и нечего. В общем, нас всегда будут преследовать вот эти два торговца. То есть один торговец оружием, другая торгует магией. Ну и, конечно, мы будем в основном торговаться с нашим любимым Убунту, потому что я в основном стрелок-воин. Пройдя ещё немножко ниже, мы находим какую-то плачущую девочку. Эй, что красивая девочка! Почему ты кричишь? Блэй! Крик-вою плачу мою плачу! Крик-вою плачу? Крик-вою плачу? Я реально не люблю плачу. Но сейчас нету хозяй, чтобы его не пропустить. Хе-хе. Я буду радовать это. Не волнуйся, маленькая девочка. Я беру твою плачу прямо вверх. Ретри-вь плачу? Что ты думаешь? Ты не понимаешь, что эта девочка не защищена? Убей её! Эм, чел, ты... Казалось бы, ничего сложного. Нужно отнять куклу у собаки. Но собака так странно гавкает, что у нас отнимается здоровье. И если бы не моя одежда, которая регенит, я бы тут не прошёл. Точнее, прошёл бы, но пришлось бы выпивать огромное количество лечебных зелий. А мне это надо? Мне это не надо. Забираем куклу и отдаём маленькой девочке. И за наш добрый поступок, в котором мы убили собаку... Ладно, мы получаем первого компаньона, который будет охотиться за летающими тварями. Но при этом он абсолютно беззащитен против наземных монстров. Зачистив очередную локацию и немного прокачавшись, мы находим необычного персонажа, который предлагает необычную авантюрку. Аааа! Б厚 и強! Ты field ‹ Высокая сталья, Кандидат. Это мейтинг-сезон из этих ступидных животных, и мальчики находятся в их бедчамбер, а мальчики борются к становлению альфа-малу. Особенно, там есть чемпион, ждет, чтобы бороться с горганом. Горган? Горган? Горган — это святый тотем из этих ламентабельных животных. Это патхетик. Мальчики показывают это к мальчикам, и они гонят. Как вы должны представить, это неизбрежиссий и неизбедивший шоу. Мы должны получить этот тотем. А у тебя, думаю, что я пришел, чтобы остановить число девушек в холодильине. Хе-хе-хе-хе, как ступидные они? Да! Как ступидные! Меня, остановив много женщин, и за свободу. Как мусорно! Вместе, ступидные. Хе-хе-хе-хе-хе! Ты увидишь засадки в его тёмне, так, как ты отказаешь его приглашение. Стрейнджер accept the challenge? Конечно! Where are the female? Go through the door, and go down! But... What? What's with these lies? Я ору просто из этих диалогов. Это просто сюр какой-то. What? Why? It makes no sense. Why are you doing this? Because I'm horny, okay? I'm hotter than a pawnshop bike. I don't even remember the last time I had sex. Even more, this is a chance for sex for free and with multiple girls. So you are lustful and yet they are not of your race? They are monsters! Aberrations of the night! What kind of depraved being are you? I never heard the phrase love knows no bounds. Or any port in a storm. I'm gonna enjoy this. Attack! Так! Ну погнали! Вначале нам нужно убить вот этого чувачка. И это будет не так уж и просто. Но у нас всё получилось. Ну что ж, начнём по порядку. Что я делаю со своей жизнью? Что я делаю со своей жизнью? Немного кринжово. Это было круто. Я сглопленный. Ты – великолепный чемпион! Ты получишь хога на ахсе! Мы переспали с огромным количеством девушек. Так еще и бесплатно. Так еще нам и оружие дали. Которое мы можем продать. Потому что я не пользуюсь топорами. Одни плюсы. Эта лягушка вообще отлично помогает против всяких летучих мышей и прочей гадости летающей. Но ее могут спокойно убить. И при этом у каждого нашего компаньона есть полоска маны. То есть она накапливается, конечно, но довольно-таки медленно. И если мы уберем нашего компаньона и опять же призовем, полоска маны аннулируется. Но при этом хп восстановится. Имейте это в виду, если захотите поиграть. Пройдя дальше, мы находим залежи перита. Что нам пригодится в будущем. Так что запомним его. Еще одни ворота, к которым подойдет наш ключ от шахты. Пройдя дальше, мы можем обнаружить призывалку босса. Но мы пока что доисследуем всю эту локацию, все шахты. И потом уже отправимся побеждать босса. Отправляемся обратно туда, где мы добыли кузнечные меха. Сверху мы можем добыть наковальню. А вот и та самая наковальня. Просто ее берем. При этом в этой игре напрочь отсутствует урон от падения. То есть мы можем падать с любой высоты и вообще никак не переживать по этому поводу. В следующей комнате мы можем обнаружить дерево, разбивая бочки. Но тут так все устроено, что нам этого количества не хватит. Поэтому нам придется возвращаться, сохраняться и идти опять в эту же самую комнату, зачищать ее и добывать себе оставшееся количество дерева. По итогу из комнаты мы добыли всего лишь 21 кусок дерева из 30. Так что нам в любом случае придется сюда возвращаться. Чтобы не ходить со старым оружием, мы можем купить себе новое. Сначала продадим все и купим себе самое лучшее оружие на данном этапе развития. Меч на 80 урона, вместо наших 45. Ну и лук на 50 урона, вместо 30. Покупаем у нашего Убунту навык владения мечом, что позволит нам увеличивать наш урон. Но увеличить мы его можем только после серии убийств. Записываем его, тем самым изучая. И теперь мы можем его использовать. Также там, где у нас отображается жизнь и опыт, появилась новая полосочка. Которая будет накапливаться по мере убийства монстров. И используя эти очки, мы можем увеличивать урон нашего оружия. Повторно зачищаем данную комнату и собираем дрова. Все, теперь мы можем отправляться к кубу, который нас научит Огненной магии. Накопив достаточное количество очков убийств, мы можем увеличить урон нашего оружия. Магнифисент! Вы получили все материалы. Повторяйте, что знание того, что огня огня, наполняйте вашу сознание. Это, которое было в то время скриббленно и неизвестимым символами, превратится словами настоящего огня. Огня очень деструктивная огня. Удавайте его с удовольствием. Мы теперь магия огня. И у нас теперь открылась ветка огненной магии. Так что мы можем развивать ее. Исследовав всю локацию и сохранившись, мы можем смело отправляться на босса. Этот босс из себя представляет гигантского червя. Но он очень простой, так что не переживай. Ничего не остается, кроме как призвать босса, победить его и забрать ключ от следующей локации. У него всего лишь два типа атак. Он кидает своих детенышей, которые вылупляются из яйца и атакуют нас. Но их можно убить с одного удара. И он выползает из середины и начинает бить вокруг. Нам остается всего лишь встать с краю и ударять его. Ничего сложного. Таким образом, мы его можем спокойно победить. Зерра, я убил его. Шай Халут это моя б***я. Ну, я не слышу никакого эхоуа. Счастье всегда обманывает кудричь. Это был самый простой босс в этой игре. Следующие будут посложнее. Берем ключ от коллектора и двигаем туда. Отворяем ворота в следующую локацию. Но пройдем эту локацию в следующей серии. Так что ждите. До скорого. Продолжение следует. Продолжение следует.